Уважаемые коллеги, я всю жизнь читала лекции исключительно студентам, поэтому с вашего разрешения обращаться буду к аудитории студенческой. Пожалуйста, не удивляйтесь этому. Итак, перед нами сегодня обширнейшая и крайне интересная тема – национальная культурная политика. В этой теме, в учебной программе курса, уделено 10 академических часов, 2 лекции, 2 семинара и 1 практическое занятие. Так что она занимает в курсе весьма заметное место. Значит, подпункты, которые мы с вами за эти 5 занятий должны освоить, вы видите на экране. Первые три, которые выделены галочкой, мы постараемся разобрать на сегодняшней лекции за первые, соответственно, 2 академических часа. На второй лекции обсудим следующие 5 пунктов. Ну а наши практические занятия и семинары будут посвящены обсуждению последних трех пунктов данной программы, а именно европейской культурной политики, задачам организации культурного процесса и специфики текущего этапа развития российского общества, а также региональной специфики Российской Федерации. Значит, по такому плану мы с вами и действуем. Что хочется в первую очередь заметить. Данный курс непосредственно предназначен для формирования у вас не только базовых практических навыков менеджмента культуры, но и, поскольку любое действие без знания ущербно, изучения теоретической части. И вот как раз сегодняшняя тема, с моей точки зрения, для данного курса ключевая. Причем, насколько теоретически, культурологически, философски насыщенной она для вас станет, решать, безусловно, вам, поскольку обязательная программа курса не перегружает вас в теоретической информации. Однако, на мой взгляд, чтобы по-настоящему разобраться в теме культурной политики, безусловно, необходимо ее всесторонне философски осмыслить, проанализировать. Это могло бы привести нас к более глубокому пониманию важнейших процессов взаимодействия власти и общества, связей между системой управления и системой ценностей, базовых ценностей общества, как раз отмеченных в пункте второго, и культуры общества в целом. Именно такое понимание, всестороннее, многогранное, позволило бы нам осознанно формулировать наши гипотезы и ответы на более узкие практические вопросы, относящиеся к сфере культурной политики и менеджменту культуры. Ясно, разумеется, вам уже на четвертом курсе, что, когда дело касается культурной политики, на мой взгляд, трудно найти область гуманитарного знания, которая не была бы для этой темы релевантной. Вам могут пригодиться труды по социологии, психологии, масс, по социолингвистике, религиоведению, политологии, не говоря уже об экономике, и, разумеется, по культурологии. Представить общий список рекомендательной даже литературы с учетом такого широкого охвата практически невозможным представляется. Но, по крайней мере, рекомендую опираться на некоторые труды, которые вам за предыдущие три года обучения наверняка уже знакомы. Итак, советую освежить в памяти или обогатить ее впервые, то уж как у кого получится, хотя бы парой основополагающих трудов, которые помогли бы вам, на мой взгляд, разобраться в данной теме. Вот некоторые из них перечислены на экране, причем, хочу подчеркнуть, лишь некоторые. Это «Восстание масс» Артегии Гассета, достаточно старая по времени издание книга, но не теряющая определенной актуальности и сейчас. Труды Макса Вебера по социологии, также содержащая значительную критику современной, так сказать, культур-индустрии, соответствующий раздел книги Теодора Адорна и Макса Хоркхаймера «Диалектика просвещения». Можно, собственно, почитать и Йоргена Хабермаса по национальной идентичности, хотя, разумеется, и не только его. Также, мне кажется, были бы полезны для того, чтобы расширить кругозор и понимание данной темы, и труды Бодрияра об обществе потребления. Обратите внимание на последний пункт. Он как раз сигнализирует вам о том, что список, безусловно, не полон. И отдельно хочу подчеркнуть, что в списке рекомендованной литературы по нашему курсу этих книг нет. Частично потому, что они предусмотрены другими курсами, а частично потому, что нельзя объять необъятные. Поэтому подчеркиваю, что то, что я сейчас говорю, носит рекомендательный характер. Но это всегда было признаком хорошего тона читать и знать больше, чем положено необходимым минимумом по программе. Что еще хотелось бы отметить, как полезное чтение для владения данной темой в частности? Разнообразные статьи, некоторые из которых указаны, опять-таки, в литературе по курсу. Дополнительно хотелось бы рекомендовать некоторые статьи Льва Евгеньевича Вострякова, Виталия Тишкова, Дочкасова и многих других специалистов, которые посвящены вопросам, опять-таки, национальной идентичности, национальной политики. У Вострякова есть даже монография с соответствующим названием «Государственная культурная политика, концепции и модели». Вот также на экране вы видите, что и соответствующее учебное пособие существует. Это тоже дополнительная рекомендация, которую хотелось бы вам предложить. А, наконец, last but not least, как говорится, стоило бы, на мой взгляд, при изучении темы национальной культурной политики прочесть как можно больше официальных документов, публикуемых соответствующими культурными учреждениями различных стран, Европейского Союза и иных, применительно к нашей стороне, потому что ей у нас будет посвящено, естественно, как минимум одно отдельное занятие практическое. Безусловно, стоит ознакомиться с соответствующим указом президента Российской Федерации об утверждении основ государственной культурной политики. Также, на мой взгляд, было бы небезынтересно прочесть и проект, относящийся к данному закону, где дополнительно излагается видение нашего государства той культурной политики, которую оно намерено проводить. И, наконец, в общемировом масштабе, хотелось бы порекомендовать вам сайт ЮНЕСКО, то есть Совета по науке и культуре объединенных наций. Вот перед вами его адрес. Данная презентация, разумеется, входит в список материалов, которыми вы можете пользоваться для подготовки к сдаче зачета, так что этой ссылкой вы тоже сможете воспользоваться. Сайт содержит отчеты разных стран мира о реализуемой ими культурной политике. Также там присутствует аналитическая и фактическая информация, знакомство с современными мировыми представлениями о приоритетах культурной политики, тоже, думаю, будет совершенно не лишним. Таким образом, поскольку нам предстоит с вами над этой темой работать достаточно долго, хотелось бы вот сразу заранее дать вам такую программу и всячески рекомендовать включить ее в план своего чтения. Ну что ж, теперь, собственно, стоит поставить вопрос о том, что же, собственно, представляет собой культурная политика. Ясно, что, как и другие базовые, фундаментальные понятия, относящиеся к сфере культуры, это понятие имеет более одного определения. Естественно, все их перечислить, пожалуй, что и невозможно. Мы остановимся на каких-то основных базовых вещах. Итак, одно из первых определений данных культурной политики уже на современном, так сказать, этапе ее концептуализации таково. Это комплекс операциональных принципов, административных и финансовых видов деятельности и процедур, которые обеспечивают основу действий государства в области культуры. Такое определение, как вы можете видеть, было дано на круглом столе ЮНЕСКО, который был проведен в Монако в 1967 году. Таким образом, мы можем из этого определения вывести, что реализация политики в сфере культуры представляет собой всю сумму сознательных и обдуманных действий или отсутствия действий, что тоже немаловажно, в обществе, которые направлены на достижение определенных культурных целей посредством оптимального использования всех физических и духовных ресурсов, которыми общество в данное время располагает. Следует отметить еще раз, что подходов к определению культурной политики существует, безусловно, больше одного. Это, собственно, зависит исключительно от того, на что делается акцент в данном определении. И вот такие подходы, в частности, мы можем выделить как целевой, институциональный и ресурсный. Также, собственно, можно говорить о наличии комплексного подхода, который представляет себе совмещение нескольких предыдущих. Целевой подход обычно излагают в формулировке довольно известного современного культурного деятеля Европейского Союза, бывшего ректора Академии искусств из Белграда Милены Драгичевич-Шешич. Нынче, по-моему, она занимает пост председателя комитета по культуре, по культурной политике, простите, в том же ЮНЕСКО. Так что, да, мы известны. И вот что, собственно, она полагает под культурной политикой. Подчеркивается, в первую очередь, что термин «политика», пока еще не культурная, а вообще, означает сознательную деятельность, направленную на достижение востребованных обществом целей. Когда речь идет об осуществлении целей, востребованных в области культуры, появляется понятие культурной политики. Но дальше достаточно важная оговорка следует у данного автора. Она подчеркивает, что само по себе существование культуры не означает, что направление ее развития определено рядом целей и задач. Она может, в конце концов, развиваться и спонтанно, и государство может принимать крайне ограниченное участие в осуществлении этой политики. Собственно, как вы понимаете, культурная политика национальная далеко не всегда существовала. И более того, до сих пор в ряде стран она формируется в достаточной мере, так скажем, имплицитно. То есть практически не декларируются цели государственной культурной политики и предпринимается достаточно ограниченный ряд действий, которые могли бы на достижение этих целей быть направлены. В таком случае нам приходится говорить, естественно, о культурной политике де-факто как следствии, причем, к сожалению, зачастую неосознанном, следствии действий государства в смежных областях, социальной политики государства, например. Итак, вот существование культуры, безусловно, не означает существование культурной политики. В этом с данным автором, безусловно, хочется согласиться. В итоге выходит, что культурная политика, такое определение нам предлагается, является сознательным, это очень важно, здесь элемент целеполагания важен, сознательным регулированием в области культуры при принятии необходимых решений по всем вопросам, относящимся к культурному развитию общества в целом. Отдельно можно остановиться на институциональном подходе, который предложен известными также французскими исследователями культурной политики Агустеном Жераром и Женевьевой Жанти. Сразу прошу прощения, здесь в презентации вы видите такую невольную опечатку. Дело в том, что в момент, когда я ее составляла, я опиралась на англоязычный источник, поэтому записала данные фамилии так, как они вообще, говорят, должны были бы звучать, но поскольку французский не очень распространенный язык среди современных культурологов, реально эти фамилии цитируются у нас в виде Жерара, причем Агустена почему-то, и Гентил. Но здесь уже, собственно, ничего не поделаешь. Итак, институциональный подход, предложенный данными исследователями, сводится, собственно, к следующему. Культурная политика определяется не только, и может быть даже не столько, с точки зрения поставленных целей, но и с учетом состояния институтов и ресурсов, которыми мы располагаем. Политика представляет собой систему взаимосвязанных целей, практических задач и средств, выбранных экспертом и направленных на определенную группу в обществе. Причем независимо от субъекта политики, она предполагает наличие долгосрочных целей, о чем мы уже слышали, среднесрочных и измеряемых задач и средств, прежде всего человеческих ресурсов, это важно, финансов и законодательной базы, и все это объединено в достаточно сложную систему. Данные авторы отдельно подчеркивают комплексность такого понятия, как культурная политика, и ее несводимость к отдельным составляющим ее элементам. Это действительно крайне сложный процесс, именно поэтому я несколько минут назад и рекомендовала вам по возможности ознакомиться с как можно более широким кругом литературы, которая помогла бы в этом разобраться. Следующий подход и описание, так скажем, целей и задач культурной политики, на котором хотелось бы остановиться, принадлежит Марио Дианджело и Полу Весперини. Они выделяют пять основных характеристик культурной политики. Вот они перед нами. Это такие моменты, как сочетание целей деятельности центрального правительства с интересами региональных и местных органов управления, интересами основных игроков в культурной сфере. Это действительно очень важный момент, на который стоило бы обратить больше внимания. Далее, с их точки зрения, культурная политика предполагает безусловное соотнесение целей государства с реальными возможностями выбора субъектов культурной политики, так как унифицированная и навязываемая сверху культурная политика, если она вступает в противоречие с локальными возможностями, естественно, не находит поддержки и понимания, и, по сути дела, проваливается. Далее, необходимо должны присутствовать при осуществлении культурной политики действия по материально-техническому и творческому обеспечению функционирования культуры. Мы будем более подробно говорить об этом на следующей лекции, безусловно, пока отметим этот важный пункт. Следующим моментом, который отмечают данные исследователи, является необходимость распределения ресурсов как, так скажем, фундаментальной основы проведения культурной политики. Это ресурсы и финансовые, и административные, и структурные, и человеческие, и творческие. Здесь, кстати, следует заметить, что при произнесении термина «культурная политика», разумеется, было бы глубоко неверно понимать культуру в таком более узком смысле, как, так сказать, сферу культурного, а именно, собственно, изящное искусство, различные виды творчества, фольклор, писательство и бог знает что еще. Безусловно, в таком случае мы упустим из виду, казалось бы, напрямую к культуре не относящиеся, но тем не менее являющиеся важнейшим ресурсом для ее инструмента ее регулирования как раз вот эти самые моменты – финансовые, административные, структурные и человеческие ресурсы. Ну и, наконец, подчеркивают данные авторы планирование, то есть процесс подготовки государства к участию в культурной деятельности, участие его, собственно, в этом самом распределении ресурсов. Таким образом, мы видим, что культурную политику можно определять в достаточной мере по-разному. На теоретико-методологическом уровне она определяется одним образом, на уровне конкретных управленческих решений и стратегий, и тактики, собственно, уже другие какие-то определения можно предложить. Кроме того, существенным упущением этих определений с точки зрения вот как раз Льва Евгеньевича Вострякова в частности является то, что в них категория субъекта культурной политики или отсутствует, или присутствует неявно. Чем больше расширяется субъектное поле культурной политики, тем более значительную роль, собственно, в ней субъект или актор, как иногда в ископарно выражается, начинает играть. И здесь хотелось бы забежать чуть-чуть вперед и уточнить, собственно, кого мы понимаем как в качестве основных субъектов культурной политики. В основном преобладает такое понимание вопроса, что культурная политика это прерогатива государства. Его деятельность в этой области центральна, наиболее важна и адресована различным субъектам, активным участникам культурных процессов. Между государством и гражданами, которые становятся, собственно, рассматриваются как потребители культурных ценностей, есть еще целый ряд субъектов, от которых зависит уровень и качество развития культуры. Собственно, они перед вами и перечислены. Помимо государства, это самые разные учреждения и организации культуры. Это то, о чем иногда забывают, но что является важнейшим компонентом функционирования культуры в современном обществе. Это, безусловно, бизнес-структуры в качестве патронов, в качестве самостоятельных акторов на поле культурной политики, в качестве, так скажем, субъектов, осуществляющих, вернее, можно так выразиться, ведущих такую деятельность, которая смежна, собственно, с культурной и пользуется теми же приемами и средствами. И таким образом, естественно, важности вот этого вот субъекта нельзя переоценить. Следующий актор у нас это, безусловно, средства массовой информации. Дальше, собственно, экспертное сообщество обычно называется и самые разные общественные организации. Это, естественно, организации досуговые, организации образовательные и так далее, и так далее. Вот отдельным конечным пунктом, как вы видите, он выделен у меня стрелочкой, это не случайно, указаны граждане как основные потребители культурных ценностей. Так вот, следует оговориться, что граждан-то далеко не всегда включают в список субъектов культурной политики. Так, скажем, в том же указе президента Российской Федерации, посвященном этой теме, в качестве субъекта культурной политики, граждане Российской Федерации как раз-таки и не указаны. Что, собственно, видимо, наталкивает нас на тот вывод, что они в данном случае рассматриваются как объект культурной политики. Что несколько печально, но, собственно, вот такова у нас реальность. Итак, мы с вами давайте чуть-чуть подытожим, обобщили главные, на мой взгляд, определения культурной политики, упомянули о том, кого можно считать ее субъектом. Безусловно, разговор об этом нельзя считать законченным, потому что на семинарских занятиях нам придется к этой теме возвращаться. Итак, следующим пунктом у нас является, собственно, рассказ о том, каким образом культурная политика в XX веке, прежде всего, развивалась. Следует сказать, что культурная политика, как утверждается в некоторых пособиях, вообще возникла во второй половине XX века, но, так скажем, это утверждение, хотя с некоторой точки зрения и верно, кажется все-таки более верным понимание более широкое, вот в рамках которого мы можем утверждать, что она появляется в Европе уже в конце XVIII века, только тогда еще, конечно же, круглые столы при ЮНЕСКО не формулировали ее целей. Естественно, она носила глубоко централизованный характер, ведущая роль в ней отводилась государству, центральному, так сказать, органу управления, к тому же тогда еще и далеко не демократическому следует отметить. И вот, собственно, уже во времена французской революции мы можем наблюдать, изучая ее историю, что административная, законодательная, интеллектуальная элита Франции усиленно работала над созданием культуры, как именно области управления людьми, гражданами, населением в целом. Активно очень разрабатывалась языковая политика, национальный курс государства, концепция национальных и публичных музеев и библиотек. Причем здесь могу сделать отступление небольшое относительно языковой политики. Собственно, наверняка вы привыкли к тому, что Франция – это страна, где государственным языком является французский, все говорят по-французски, а если кто и не говорит, то это, наверное, иммигранты из Марокко и Алжира первого поколения. Но мало кто знает, что на том этапе, о котором мы говорим, во Франции единого литературного французского языка как языка общения, как единого языка французских граждан, собственно, еще и не существовало. Существовало огромное количество местных наречий, которые иногда были весьма отдаленно схожи с тем, что мы сейчас называем литературным французским языком. И вот тогда, когда у государства дошли руки, собственно, до формулирования какой-то политики в этом отношении, политика оказалась формулирована жестоко до варварства. Все эти местные наречия, все это локальное своеобразие, все то, что сейчас, забегая вперед, скажу, мы бы пестовали, холили и лелеяли, чем бы гордились, да, собственно, сейчас так и есть, да, в некоторых провинциях типа Британии, все тогда пытались выжить каленым железом и свести, собственно, вот к максимально унифицированному, значит, единому знаменателю. И средства для этого использовались самые-самые жесткие, вот, в том числе, безусловно, дискриминационные по отношению к носителям вот нелитературного французского. Кроме того, да, вернемся к нашему изложению. Собственно, занимались и введением календаря, и новых символов, и знаков, и памятником, памятников. Все это, безусловно, уже де-факто можно рассматривать как культурную политику, да, даже если самого понятия тогда еще и не существовало, да. Ну а после Второй мировой войны развитие культурной политики выходит, безусловно, на некоторый новый уровень концептуализации. Это связано, помимо всего прочего, не только с установлением нового, так скажем, вот, глобального политического режима, но и вот с деятельностью ООН, в первую очередь, и с фундаментальным документом, принятым ООН в 1948 году, это, конечно же, всеобщая декларация прав человека, которая стала одной из основ национальной культурной политики нового времени. В ней было провозглашено право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, а также право человека на защиту его моральных и материальных интересов, являющихся результатом научных, литературных или художественных трудов, автором которых он является. Ну это, проще говоря, авторское право, вот, но вот право свободно участвовать в культурной жизни, оно стало некой такой вот одной из доминант, две минуты еще у меня, культурной политики. В целом, развитие культурной политики во второй половине 20 века прошло несколько этапов, да, в основном первый этап был ознаменован переходом от элитарной культуры к массовой, да. Правительства тогда, когда они всерьез взялись за поощрение культуры, поначалу, соответственно, руководствовались представлением о том, что вот нужно по возможности не только богатую и влиятельную часть общества, которое и так регулярно посещает театры, салоны и так далее, и так далее, но максимально широкую публику, так сказать, облагородить, предоставив ей доступ к высокому искусству. В связи с этим проводилась масса мероприятий, распродажи билетов на всяческие там театральные и оперные постановки, выездные концерты и прочее, прочее. Их реально было много, и целью их, собственно, вот приоритетом культурной политики того времени как раз стало обеспечение доступа населения к культурным ценностям. Но, к сожалению, эта политика не слишком хорошо сработала. Даже возник такой термин, как non-public, то есть не публика, не аудитория, потому что упорно не желали широкие облагораживаемые слои общества посещать оперу более усердно, чем, собственно, те, кто и обычно ее посещал всегда. В начале 70-х годов этот подход вообще подпал под огонь критики, поскольку стало очевидно, что задавать набор культурных ценностей и художественных форм, которым предоставляется доступ, это, в общем, недемократично. Это навязывание культуры элитарного меньшинства к культуре большинства, и, собственно, от этого следует отходить. От этого и отошли. Лозунг «Культура для всех», имеется в виду, одна культура для всех, с ним минился лозунгом «Культура для каждого», то есть «Своя культура для каждого». Таким образом, последствиями изменения политики стали усиление местной идентичности и участие в культурной жизни на местном уровне. Больше внимания уделялось, собственно, личной деятельности по производству культуры, вовлеченности, значит, в ее функционирование. И осозналась также необходимость более активного включения ресурсов регионального и местного уровня. То есть встал вопрос о децентрализации управления культурой, которая, собственно, более подробно нами будет рассмотрена при разговоре о европейской культурной политике. Где-то это была децентрализация собственной культурной деятельности, где-то, наоборот, децентрализация принятия решений. Поэтому в качестве домашнего задания для подготовки вот к этому грядущему семинару я предлагаю каждому из вас по количеству человек в группе ознакомиться с культурной политикой одной из стран Евросоюза для того, чтобы вот лица, если хотите, министра культуры данной страны вы могли бы сделать небольшой доклад на 5-10 минут, где очертили бы основные проблемы, которые ваша страна, будь то Франция, Англия, Германия или Чехия, проблемы, с которыми она сталкивается сейчас, и какие методы их решения, какие, возможно, изменения в культурной политике страны вы считали бы целесообразными для того, чтобы эту политику улучшить. Собственно, на этом, по-видимому, всё. Моё время истекло. Вот у меня остался, по-моему, на один слайд незаконченный очерк культуры, но по плану, собственно, для который был в начале лекции озвучен, собственно, всё, что хотела, я сделала. Спасибо за внимание.